здравствуй мы с тобой на ты рада нашей очередной встрече тем более что хороший повод очередной альманах политик 2019 год вот я тебе хочу поздравить еще с презентацией не только с тем что увидел свет да у твой замечательный альманах а знаешь почему почему потому что давно не видела чтобы в одном месте собиралась только людей разных политических взглядов ты знаешь мне кажется что они даже сами были наверное рады да пообщаться ну я если честно очень рад может это не скромно с моей стороны что нам удалось создать такую платформу где каждый год люди имея разные политические взгляды разные мнения будучи даже оппонентами врагами иногда в повседневной жизни они встречаются у нас на этом годовом приеме потому что мы каждый год даем такой даем такой прием жмут друг друге руку друг другу руки беседует значит нам удалось кое-что это правда вот скажи пожалуйста какую цель ты преследуешь когда ты из года в год издаешь этот альманах потому что многие говорят так ну разве есть в этом необходимость век интернета это можно и так все-таки взять и любую значит новость до просмотреть которая была любое событие ну это своего рода агрегатор если в самом деле в век интернета можно искать все что угодно погуглил там что-то или в рамблер или в яндекс или я не знаю на другие аналогичные платформы но чтобы информация была собрана воедино чтобы информация была собрана в сжатом виде чтобы информация была в чистейшем виде без каких-либо комментариев это конечно нигде не встретишь и в этом уникальность нашего продукта и мы понимаем что вообще да он конечно ценен и для нынешнего поколения для тех кто занимается или интересуется политикой но самая большая его ценность это историческая ценность если из года в год его ценность только возрастает и если например через 20 или через 50 лет кто-то поднимет альманахи будет просматривать какой была политическая жизнь молдов за 2019 или за 2015 он буквально за три минуты сможет себе создать общее представление он так как-то так составлен что очень просто да вот я смотрю находить непосредственно дату вот все события которые интересны месяцы там по бокам расписаны человек просто по листам находит нужный месяц открывает нужный день буквально за считанные секунды ты можешь посмотреть все что было в этот день состоял обижены были за эти годы я про политиков конечно в первый год по моему кое-кто пробовал доказывать нам что он намного чище чем другие и что другие не заслуживает чтобы быть рядом с ним в таком продукте в таком информационном продукте но мы объяснили всем и объясняем ежегодно даже если нету никаких претензий мы все время акцентируем на это внимание что это платформа которая должна объединять всех например если за одну партию проголосовала хотя бы 100 человек то она имеет право быть представлена здесь потому что это своего рода уважение к воле этим 100 человек ну а мне кажется что самое сложное все-таки в своей работе несмотря ни на что это не высказать своего отношения к событию я по журналистки знаю что это очень непросто особенно когда ты настолько уверен что твоя оценка она вот верна а в то же время у тебя такие комментарии вот они даже не комментарии это просто констатация вот было то 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 состоялось то то но искушение большое конечно но есть за счет чего компенсировать я известно же что я руковожу рядом сми где я могу излагать свою точку зрения комментировать быть критичным если того требует случае кроме того я часто выступаю по телевидению в том числе у вас часто бываю в гостях и и то есть есть где высказать свои точки зрения и тем самым воздержаться от того чтобы повлиять хоть как-то на содержимое альманаха пусть мы должны собрать информацию в чистом виде пусть про по про поведение политиков будут судить будущее поколение те которые даже не будут знать лично этих политиков этих пар никого из наших современников и вот тогда тогда история все растает по местам имея такую информацию каждый сможет создать себе объективное мнение о том что происходило в этом периоде наверное таким людям как ты легче воспринимать все так воспринимать как процесс я если ты уже наверное догадался да пытаясь уже на политику свернуть альманах политический да вот сразу вопрос а что происходит собственно говоря сегодня какие политические процессы как политический класс реагирует на них той точки зрения вы знаете я не раз говорил что историю молдову можно делить на несколько периодов и по моему сейчас мы находимся в начале нового политического периода если кратко рассказать о тех периодах которые мы уже прошли с политической точки зрения с точки зрения политической истории нашей страны так это во первых был по моему 1991 год год обретения независимости начался первый период и он заканчивается где-то в районе 1998 года когда была проведена очень масштабная реформа партий когда вместо 60 партий мы их количество стало чуть ли не вдвое меньше когда начали обращать внимание на совсем другие принципы формирования партий и даже на само квинтэссенцию что такое есть партия потому что первые годы она воспринималась по-другому это было нормально что не строишься на какой-то период было такое потом 98 год был короткий очень короткий период когда мы попробовали создать первое коллекционное правительство если вы помните тогда был алиаза демократию реформ да алиаза демократию реформ потом был следующий период период когда к власти пришли коммунисты партия коммунистов начале с конституционным большинством потом это было 2001 потом 2005 с простым большинством и правили страной 8 с чем-то лет конечно там были и плюс и минус как и у любой власти потом начался следующий период скажем так некоторые говорят что он начался после событий 7 апреля я склонен думать что он начался после досрочных парламентских выборов от 29 июля 2009 года да и этот процесс сам завершился в прошлом году 2019 году когда последняя политическая партия которая участвовала в правлении страной за эти 10 лет ушла в оппозицию я говорю о демократической партии будет начался новый период обычно эти периоды у нас длятся за исключение того короткого периода 1998 2001 год обычно эти периоды до 8 иногда и иногда их растягивает то есть первый период был 8 лет потом период управления коммунистов 8 с чем-то лет вот предыдущий период был чуть больше почти 10 лет но там смешались кое-какие электоральные процессы сейчас мы начинаем новый период сколько он будет длиться посмотрим потому что все возможно в молдавской политике мы прослушали краткий курс новейшей истории в части политических партий но вот сегодняшний процесс и я все-таки на стою сейчас чтобы мы немножечко с тобой подробнее ответили на эти вопросы потому что когда я спрашиваю ну как вот как то что сегодня происходит политологов различного да они году как что выбором самое главное вот и знаешь мне появился повод час уточнять игру каким пинчерты у нас по мы близки до либо все-таки речь идет о президентских и вот тут люди начинают задумываться мы с тобой плавно переходим к этой теме один мандат посмотри сколько копий было сломано я честно говоря даже вот я была удивлена да потому что мы увидели как какие взаимоотношения в блоке что блок практически распался именно вот когда они обсуждали как и кого они будут выдвигать ты видишь право с чем это нужно связать я думаю что это скорее всего можно связать с тем что некоторые партии не были готовы ну скажем так к резким изменениям к резким изменениям да это скорее всего точное определение вот например блока кумбы упомянули об этом блоке этот блок был создан и то что их объединяло это во первых желание свергнуть демократическую партию свергнуть влада плохотнюка с власти ну вот и они добились этой цели потом пришли к власти но потом оказалось что блока кум особенно моя партия которая руководит госпожа санду она полностью не была готова управлять страной ну и исчезло конечно то что держало их вместе их держала вместе во первых желание свергнуть влада плохотнюка во вторых управлять страной вот и с этими двумя целями они можно сказать что они добились этих целей что может этот блок держать в дальнейшем вместе некоторые могут сказать что желание победить на президентских выборов ну я думаю что это и есть камень преткновения который не позволяет блоку быть блоком и в дальнейшем во первых потому что андрей анастасий его партия помнят хорошо что случилось с их партии когда они в 2016 году поддержали госпожу санду они практически были поглощено поглощены партии госпожой санду госпожа санду со своей стороны прекрасно помнит что произошло с ее партии саль и с ее электоратом в кишиневе когда они поддержали надо срочные выборы мэра кишинева в 2018 году андрея анастасия то есть уроки которые извлекли эти две партии очень просты кто уступает тот проигрывает как вы думаете осмелится ли кто-нибудь из них поддержать кандидата от другой партии на президентских выборов нет скорее всего нет я думаю что то о чем сейчас ты говоришь безусловно очень важно я соглашаюсь с твоими доводами но также хотела бы чтобы ты согласился с тем фактом что все-таки роль внешнего влияния на эти силы на чрезвычайно велика потому что мы с тобой как журналисты помним что когда критические какие-то были моменты у проевропейских сил приезжали политики западные старшие братья ну не знаю как хочешь их назови вот это были значит европейцы да они иногда даже занимали должности в европейских структурах и тут же их мерили и говорили что делать сейчас говорят что больше американцы говорят что нужно делать вот такой у нас нынче тренд это я к чему все то есть если так вот верить твоим рассуждениям то получается они как самостоятельной политики произошло то что произошло разве им не могут сказать не рады как хочешь так да сказать все в одном блоке не 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 дергать и могут но здесь на первом плане выступает чисто молдавская характеристика политических партий политических лидеров я позволю себе опять-таки моя страсть к политической истории не позволяет мне обойти вниманием это не откажись этот вопрос самом деле эта страсть я не преувеличиваю помните начало 2015 года когда кишинев пришел десант из лидеров парламентских групп в европейском парламенте они даже не пришли в кишинев они просто остановились в аэропорту и в этом зале для официальных церемоний позвали к себе лидеров про европейских партий либералов либерал демократов и демократов ушли они эти им обещали конечно мы втроем мы мажоритарная сила мы создадим коалицию ну во всяком случае так было заявлено в прессе и потом это всплыло тоже и ушли господа европейцы наши опять не не могли договариваться и пришел другой представитель европейских сил скорее всего представитель германии локомотив евросоюза на данном этапе да и сейчас господин хозгин он опять сделал круг побеседовал с ними ему опять наобещали и он ушел вроде бы европейцы сделали свое дело уговорили молдавских политиков лидеров молдавских партий но они все-таки не объединились и не создали коалицию все-таки они не сделали то что обещали европейцам потому что на переднем плане выступил уже их интерес если раньше 2009 2010 и последующие годы когда бывали кризисе и 2013 2012 они слушались своих политических партнеров как они называли европейских политических партнеров в тот раз не послушались и было инвестировано в должность правительства кирилла габурича с помощью депутатов от партии коммунистов которые остались в оппозиции я думаю что сейчас аналогичная ситуация как и тогда когда влад филат влад плохотнюк и михаил гимпу после нескольких раз когда они послушались советов из от своих партнеров европейских партнеров так и сейчас мая санду и андрея настаси конечно на них попытаются повлиять потому что есть интересы не знаю если попытаются повлиять европейцы и многие спрашивают себя почему европейцы до сих пор не повлияли а все очень просто у них в 2019 году были выборы в европарламент поменялась конфигурация им было не до лидеров про европейских партий в тишневе да наши ходили по линии народной европейской партии в которой они состоят это самая большая политическая семья в европарламенте в евросоюзе они руководят практически всеми ключевыми должностями в евросоюзе да их принимают там на саммитах фотографируются то смерть или то я не знаю с другими политиками важными на европейском уровне но внимание к ним ослабло и в этой в этой ситуации конечно уместно говорить что больше интерес к ним проявляла сша но давайте посмотрим на это дело и с другой стороны не разочаровали ли наши лидеры про европейских партий своих прозападных партнеров европейцев американцев я думаю не знаю как про андрея анастаси но я думаю что в случае майя санду конечно никто не будет это подтверждать но я думаю что майя санду их очень сильно разочаровала своим решением практически уйти самой от власти мы помним в тот день когда правительство решило взять на себя ответственность и что практически открывала путь к ее отставке как ходил посол евросоюза и посол сша отдельный правительство они не понимали что происходит но тем не менее госпожа санду весьма успешные визиты по крайней мере с ее слов она совершает сейчас и брюссель в том числе ну это как в том анекдоте альтернатива утки или кто да да нет альтернатива хорошо кому ты отдаешь победу вот чтобы с кончерстами закончили ну вы знаете я думаю что все это все эти передряги между правыми про европейскими партиями конечно увеличивает шансы кандидата от партии социалистов не надо забывать что выборы в черкомскрипте в одномандатных округах они проводятся в одном круге и это очень сильно упрощает проблему для кандидата от партии социалистов потому что там на правом есть как минимум три видных кандидата и эти три кандидата даже если предположить что про европейский электорат в хэнче что он мажоритарный эти три кандидата так разорвут между собой этот электорат что ничего от него не останется не надо забывать госпожа стомате имеет реальные шансы потому что за ней стоит госпожа санду не потому что ее так любит народ в хэнчештах а потому что за ней стоит госпожа санду ее партия партия в меньшей мере первую очередь госпожа санду господин кобзак сам оттуда он очень популярная личность я не говорю это с сознанием делом потому что когда-то он состоял либерально-демократическую партию он был депутатом я следил за его карьерой долгие годы в том числе и с точки зрения человека который пишет политическую историю страны тем более господина кобзака поддерживает партия господина анастасии партия господина цикл есть и третий игрок дорин киртуака он тоже может влиять на эти выборы и не надо забывать и про хорошо чуть более мелкого политического игрока но все-таки игрока господин постолаки многие говорят когда судят о шансах господин постолаки только исходит из того что он представитель лдпм а лдпм не так уже и популярно но на самом деле надо учитывать и личность и вот я например помню 2007 год когда имя господина постолаки он тогда выиграл выборы мэра буцель было у всех на устах там чуть ли не война извините за выражение разразилась несколько недель там полицейские наконец я помню эту историю да господина постолаки тоже нельзя сбрасывать со счетов ситуация в ханчерском округе не такая уже ну вот то смотри они кого-то вот узнали что ты будешь препарировать деятельность права партии и вот мы уже несколько дней обсуждаем идею пакта о ненападении между правыми партиями ты смеешься тем не менее узнаешь уже много было сказано и и шутили люди сравнивали с пактом молотова риббентропить что хочешь написали мы оставим хорошо стороне как тебе вообще сама идея и вот ее исполнение вы знаете пакта о ненападении можете будет подписан можете будет соблюдаться но каков будет эффект на электоральном уровне я этого не понимаю ну хорошо партии не будут нападать будут критиковать друг друга но остается же много кандидатов и предпочтение право про европейского электората все равно не будет единым не будет идти в одном направлении то есть в политическом плане эффект будет в электоральном плане я не вижу никакого эффекта но вот смотри как объясняет и какие резоны видит депутат от пас серджио литвиненко зачитывал главная цель этого документа не электорально приложить максимальные усилия для того чтобы на президентских выборах отстранить додона от власти то есть иными словами смотри это не они собрались не за что-то против это не вне впервые у нас люди людей объединяет идея против дружим против вот какие то есть никогда ничего не не думают чтобы за ним больше голосовали они думают самое главное чтобы сыграть против додона вы знаете я не хочу обидеть никого в том числе господина литвиненко я с ним работал в правительстве на одном этаже знаю его как юрист он очень хорош здесь моя санду выиграла имея такого человека в команде но как политик он еще не дорос до того чтобы понимать всю глубину этих процессов я бы на месте правых я бы не рассматривал сейчас объединяться за кого-то или за чего-то или против кого-то их проблема намного я не знаю сложнее чем кажется на первый взгляд и я я думаю что они не понимают эту проблему это проблема чисто демографического характера они не видят что люди покидают страну в дальнейшем и в основном покидают те которые которые принято считать правым электоратом ты так полагаешь что в вы знаете вы знаете правых с политических взглядов вы знаете кто удивительно потому что у нас же евроинтеграция конечно но это этот процесс продолжился при владе плохотники этот процесс процесс продолжился пирма и санду он продолжается сейчас это самая главная проблема молдовы люди уезжают из страны если смотреть по структуре а есть уже некоторые исследования в данной области то не уезжают старики которые в основном скажем так или monasterist а они в основном голосуют за левorter это консервативный электорат и даже если уезжает левый который еду он выезжает не в европу конечно если люди которые же но в основном в россию и не остается там навсегда как происходит с правым электоратом в молдове они возвращаются то на выбор то на пасху заработают на забор там в москве чуть чуть приходит строить себе забор там чуть-чуть покрасят до мечта и так далее то есть это не люди которые уезжают навсегда. Левым партиям нечего беспокоиться, потому что партиям левого тонка. Их электорат достаточно мобилен, тоже ходит туда-сюда, но он возвращается, он запустил здесь корни. Правый электорат не запустил корни, он их вырывает, если есть корни, и уезжает, и уезжает навсегда. И вот эта тенденция скажется на результатах выборов. Правый электорат, который в 2009 году оказался мажоритарным, в 2010 году подтвердилась та же тенденция, в 2014 году подтвердилась. Вот начиная с 2014-го... Про бильярд как узнали, наверное. И появились предпосылки. Причем падение, да. Да, и либерализация визового режима им позволили. Многие взяли гражданство Румынии, что с румынским паспортом позволяет. Уходит в основном правый электорат. Я бы на месте правых партий, или если бы я был их советником, скажем так, или хотя бы одной из них, я бы через свои территориальные структуры провел своего рода перепись. Своего рода перепись, опросник, что ли. У каждого же есть свои люди в селе. Каждый же может обойти за 2-3 дня все село. Сейчас села пустые. И создать себе хоть какое-то представление о катастрофе, которой мы движемся, как страна, в гуманитарном плане, а правые партии, как политическая катастрофа для них. Ну, вот смотри, я о другом хочу сказать, что когда я прочла о том, что будут переговоры, я подумала, значит, получается, что у них тогда не будет единого кандидата. Потому что зачем заключать пакт о ненападении, если, значит, у вас есть единый кандидат. То есть раз мы все пиарим одного кандидата, идем все хором, все дружно, значит, в принципе, здесь логика, на мой взгляд, понятна. Это как-то вот попахивает для них, на мой взгляд, проблемой, нет? Да, это так. Эти пакты о ненападении могут служить доказательством того, что они не способны прийти к единому решению об едином кандидате, об едином фронте, в конце концов. Можно и так их рассматривать, но я, опять же, обращусь к новейшей политической истории Молдовы. Много таких пактов было подписано, но ни один не соблюдался. Я говорю это с полной уверенностью. Я готов поспорить с любым политиком, с любой партией, с любым из тех, которые подписали такие пакты. Но не соблюдаются они. Просто не соблюдаются. Это пыль в глазах избирателей. Ну избирателям понятно. Но вот как-то избиратель, наверное, подумает, «А что, до этого пакта они собирались, что ли, обливать друг друга грязью?» Как-то тоже вопрос такой, имеющий право, на мой взгляд, на жизнь. Более того, я вам скажу, что если эти партии не открыто нарушают такие пакты, потому что пакты всегда заключались на разных этапах между разными партиями, различные течения и так далее, и тому подобное, всегда появляются неофициалы, которые говорят или выплескивают на публике то, что пытались говорить до этого партии, подписавшиеся такой пакт. То есть это никак не убавляет грязи, которая выливается во время избирательных компаний. Никак не делают эти избирательные компании чище. Это так. Подписали нас лишний раз, показали по телевизору и всё. Ну и похвалили, наверное, на пакты, которые сказали такие. И есть ещё один момент. Это очень весомый аргумент на встречах с избирателями. Мы же не нападаем друг на друга. Да, но откуда тогда появляется весь тот компромат, который собирались вы выливать перед этим официально, скажем так. Ну как-то так, да. Как сыграют демократы в этой всей истории? Потому что они недвусмысленно уже достаточное количество времени, сейчас я так смотрю, дают понять, что они хотят вернуться во власть, что они готовы, они дают сигналы прям чуть ли не ежедневно. Что они будут делать? У демократов очень большая проблема. Я не преувеличиваю, когда говорю очень большая проблема. Эта проблема состоит не в их ассоциации с Владом Плохотняком, как говорят некоторые. Эта проблема состоит даже не в том, что они поддержали нынешнее правительство и навлекли на себя часть критики со стороны общества, которым можно допустить, что, видимо, недовольны этим правительством. Их самая главная проблема состоит в том, что нет единства внутри партии. То есть вот те разговоры, ты считаешь, что это правда, о том, что сейчас там три группировки, кто выделит, кто четыре, я уже даже так слышу. Последний вариант был, а четыре группировки и один человек, который пытается курировать. Кто же тут человек? Все хотят знать. Ну, мы его знаем. Кого-то называли хитрым очень в свое время. Владимир Николаевич часто упоминал именно имя этого человека. Да. Ну, ему не безразлична, в самом деле, судьба партии. Кстати, он, ну, самые большие сливы информации до сих пор от него, поэтому так. Ну, Владимир Николаевич называет его по-другому, я не подписываю. Ты же не Владимир Николаевич, не надо лучше. Стану президентом, смогу, как и у вас. Хорошо, договорились. Так. Ну, это самая проблема демократов на данном этапе. Я думаю, что им нужно определиться и поставить вопрос ребром. Кто представляет на самом деле партию? Кто согласен в ней остаться и на каких условиях? И кто не согласен, пусть уходит. Пока они не решат проблему с внутренним единством партии и, в первую очередь, с внутренним единством фракции, они не смогут претендовать на хоть малозначимую роль в молдавской политике, не говоря уже о том, чтобы вернуться во власть. Ну, хорошо. Вот я про президентский говорю, как они будут себя вести. Марьяна Ильич-то в счетной палате. Да. То есть, кто мог бы, с твоей точки зрения, претендовать на роль такую, чтобы участвовать в президентских? Есть такие люди? Я думаю, что господин Филипп вполне подходящий кандидат от партии, но с условием, что опять-таки он решит проблему с этими разногласиями внутри партии. Он мог бы, конечно, быть, потому что он был премьером, он имел инвестиционные имиджи, политические имиджи, личные рейтинги, инвестиционные, политические. Надо как-то собрать все это воедино. Он бы мог быть, господин Канду мог бы претендовать, но это маловероятно, потому что господину Канду, даже будучи в должности председателя парламента, не удалось подняться в рейтинге. Я не знаю, как. Плюс его многие связывают с его родственными связями, с Владом Плохотником и так далее, и тому подобное. Я думаю, что демократы, демократы, самое хорошее для них решение сейчас, после того, как они найдут то решение для сплочения партии и фракций, найти компромиссного кандидата. Кто мог быть этот компромиссным кандидатом? Ну, Дмитрий Дьяков, почему бы нет? Я знаю, что он со всеми этими группировками, про которые говорят, он со всеми разговаривает, он со всеми в более-менее нормальных отношениях. Но это лишь мои суждения. Не исключено, что не решив все свои внутренние проблемы, партия просто не будет иметь кандидата. Да, а тем временем демократы не скрывают, что они хотят быть и в правительстве. Ну, ты помнишь, на днях буквально прямом тексте. Да. Хотим, чтобы в правительстве были наши министры, говорят демократы. А тем временем и самому правительству уже скоро вот 100 дней. Да. Сейчас будет много комментариев. Не будут комментировать только ленивый. Но закономерный к тебе вопрос, потому что мы-то знаем, что ты работал. Да. Как твоя должность официально? Глава пресс-службы называлась? Нет. Главный государственный советник. Вот. Извини, пожалуйста, что я, может, не так сказала. Советы я давал главные для государства. Да, у нас с советами… Страна советов нет, советчики остались. Это ты сказал. Давай вернемся к правительству. Вот как ты оценишь их работу? Потому что много мы ведь прочли за это время. Ну, все познается в сравнении. Если сравнивать с правительством Майя Санду, то они тоже продержались больше 100 дней, 4 месяца там было. То это правительство, я, кстати, оговорюсь сразу, у меня проевропейские видни, я состою, скажем так, в стане проевропейских избирателей. И мне, конечно, неприятно делать такой вывод, но это реальность. Правительство господина Тику намного активнее, чем правительство госпожи Санду. И давайте исходить хотя бы из того, сколько раз проевропейский премьер госпожа Санду созывала правительственную комиссию по европейской интеграции. Один раз. Сколько раз созывал Тику? Чуть ли не постоянно. Сколько раз созывала Майя Санду правительственные комиссии, которые занимаются делами ребенка, или трафик-рутиер, или чрезвычайные ситуации. Ты полагаешь, что это может быть критерием? Это может быть критерием. Я работал в правительстве 3 года и 7 месяцев. Я знаю, насколько эффективны эти правительственные постоянные механизмы. Я, например, видел, какой эффект они могут дать на краткосрочный период. Это очень важные инструменты, механизмы для управления страной. Вот правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую госпожа Санду один раз всего лишь созвала, мы ее только за один месяц созвали минимум 14 раз. Ну, потому что это касается напрямую проблем людей. А у нас что, летом все было хорошо? Не было у нас и засухи, и дны, града или других проблем? Нет, ее не созывали. Был и этот трагический случай в Атач. Хорошо, что люди там не пострадали, рухнуло только это атаки в этот дом и так далее. Понимаете? Или я никогда не понимал, почему правительство госпожи Санду не предприняло ни один шаг, чтобы иметь более-менее взвешенную внешнюю политику. То есть ты о том, что она так и не поехала в Москву? В том числе, в том числе. Это же не означает, если ты поедешь в Москву, ты представляешь интересы государства. А если там есть интересы экономических агентов, премьер должен заботиться об этом в первую очередь. Если там есть интересы геополитические Молдовы, они могут и быть и там. Почему привыкли все думать, что все геополитические интересы Молдовы находятся в другом месте? Мы можем проводить курс европейской интеграции, мы обязаны его проводить, потому что все начатое в предыдущие годы нельзя просто так оставить. Нельзя игнорировать и Россию. Это же стратегический партнер для Молдовы. Нас связывают определенные отношения. Есть интересы наших граждан, есть интересы экономических агентов. Для меня непонятно, почему этого не было сделано. С этой точки зрения, конечно, Кико позиционирует себя лучше. Он едет и встречается с европейскими лидерами, он едет и в Лондон, и в Брюссель, если надо, если не ошибаюсь, или где он там еще побывал. Во всяком случае, он бывает на Западе и в Москве. Госпожа Санду предпочитала только идти за океаном или где-то по Европе. Но это тоже ненормально. А в то же время госпожа Санду говорит, что у нее была гораздо большая внешняя поддержка, и намекает на тот же Запад, чем у этого правительства. Почему она так говорит? На чем основывается? Не знаю, может быть, она еще и на МВФ намекает. Давай смотреть. Когда мы говорим о поддержке, она была. Но давайте будем говорить и о качестве этой поддержки, не только о количестве. Например, насколько я знаю, миссия МВФ была... Я не имею права говорить о тех имени, но, во всяком случае, такая информация есть. Она неофициальная, что миссия МВФ пришла, и как это принято, я ни разу смотрел, как они делают, когда работают в правительстве. Они приходят, ставят свои условия, свой список условий, требования свои, и потом начинается переговор. Обычно эти переговоры длятся две недели. Сколько продержалась миссия МВФ, которая приехала вести переговоры с правительством Санду? Ну, если правительство Санду согласилось на все сразу, вы знаете, это не всегда в интересах страны, потому что внешние кредиторы, это для них нормально, что они требуют. Урезать социальные какие-то инициативы. Да, чтобы потом они готовы где-то уступить. Когда ты соглашаешься сразу, то ты автоматически не использовал весь инструментарий, чтобы добиться смягчения этих условий, которые касаются жизни граждан. Тем не менее, небезызвестный Александр Анастасе, да, экс-председатель Конституционного суда. Танасе. Танасе, да, извини. Наверное, вспомнил меня. Да. Господин Анастасе сказал так. Нынешнее правительство будет распущено и сформирует другое правительство, состоящее из людей, которые смогут открывать двери и вести диалоги с внешними партнерами. Вот такое вот мнение. То есть он считает, что это правительство недолговечно. И прочь тому вот такое будущее. Что скажешь? Я думаю, что возможно правительственные перестановки. Да, в самом деле есть некоторые области, которые не покрыты полностью нынешним правительством. Но я не думаю, что рискнет кто-то в 2020 году, когда год президентских выборов, и когда нам нужна как никогда стабильность, чтобы хоть некоторые процессы продвинулись. Я не думаю, что дойдет до отставки правительства. Конечно, попытки могут быть. Но к чему приведут эти попытки? Лишь к досрочным парламентским выборам, которые в лучшем случае пройдут вместе с президентскими. В худшем даже, боюсь предположить, когда. Но перестановки, скорее всего... Но ведь их и анонсируют периодически. Да. Мы знаем, и президент говорит, что он недоволен работой некоторых министров. Я слушаю уже премьер-министр, говорит, я вот настоятельно рекомендую своим коллегам заняться там. И говорит, кому чем, собственно говоря. То есть, может быть, все ограничится этими переменами. А на твой взгляд, каких министерств могло бы это коснуться? Я могу сказать, какие министерства должны быть реорганизованы. И впоследствии могут появиться новые министры. Это совсем не означает, что нынешние министры просто будут отправлены в отставку. Скорее всего, нынешним министрам пересмотрят их портофолио, их... Ну да, ты сейчас про культуру и просвещение, наверное, да? Нет, самый болезненный вопрос у нас сейчас в другом. В трех министерствах. Культура и просвещение — это четвертое министерство. Но первые три, которые... Это мое личное мнение. Я работал в правительстве, я знаю кое-что про эти механизмы, как они действуют изнутри. Во-первых, надо... Министерство экономики создали мега-структуру лишь для того, чтобы отрапортовать, угодить внешним партнерам Молдовы, которые требовали, чтобы в Молдове было поменьше министерств. Но в нынешнем формате министерство экономики не дает полную эффективность. И речь не идет о том, что министр эффективен, неэффективен, хороший он или нет. Просто слишком громоздкое это строение, и оно не может, в принципе, дать эффективности. В первую очередь, от этого министерства нужно отделить дороги и инфраструктуру. Нечего им искать там наряду с экономикой. А и наоборот, к министерству экономики надо прибавить... Это мое личное мнение, но... Мы уже поняли. Да, я просто много работаю с таким материалом, и у меня складываются определенные мнения про то, как должно работать министерство с правительством Молдовы. Наверное, здравоохранение еще социальное... Нет, министерство экономики, чтобы завершить, не должно оставаться просто министерство экономики. Министерство экономики и инвестиций. Вот как бы она должна прозвучать. А там дороги и инфраструктура. Ну, господин Кеку, наверное, угостит меня кофе за то, что я ему даю готовые структуры. Да, смотрю, ты креативишь сейчас, да. Министерство здравоохранения, социозащиты и труда тоже, конечно, надо отделить. Это было... Извините, я не хочу никого обидеть, но это было глупо. Ну, что может иметь общество, соцзащита, труда... Это была моя идея, вот сейчас я тебе напоминаю. Ну, господин Кеку и тебя угостит кофе за то. Точно, да, мы просили. Дальше, дальше. Самое тоже одно проблемное министерство. И не потому, что министр не справляется. Наоборот, министр достаточно хороший профессионал в своем деле. Здесь речь идет о Министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития. Ну, как можно соединить сельское хозяйство и региональное развитие? Любой в Европе, на которой мы ориентируемся, скажет вам, что региональное развитие, ищите где угодно, но только не рядом с сельским хозяйством. Ну, вот у нас начудили. Сейчас это надо исправить. Я думаю, что много интересных мыслей мы сейчас с тобой так вот коллективно сейчас. Но на самом деле, потому что вот эта проблема, она просится уже давно. Мы-то понимаем, демократы тогда все это замутили. Именно потому, что, не знаю, в том числе и с точки зрения пиара. Вот ты сейчас говоришь, что им подсказали международные наши, значит, партнеры. Ну, посмотрим, как оно будет. Хорошо, я, конечно, хотела бы тебя попросить спрогнозировать ситуацию до этих выборов, потому что я имею в виду вот с точки зрения напряжения. Потому что говорят, что возможно сейчас различные варианты в стране, и будут те, кто будет прямо вот нагнетать для того, чтобы в стране были провокации, для того, чтобы не дать возможность явному фавориту и лидеру этой гонки. Ну, давай скажем по всем опросам, это президент страны, значит, так безоговорочно и красиво победить. Вот что ты про это думаешь? Я заработал уже чашку кофе от премьера, дайте возможность заработать и от президента. А вдруг они вспомнят, что есть такой политический обозреватель в стране. Я бы на месте президента обратил внимание на общий известный факт, Наверняка президент о нем знает, но этим фактом пользуются политтехнологи, скажем так. И этот факт, суть его в чем состоит? Если не давать тему, что ли, для обсуждения, адженды, повестку дня, если не навязать собственную повестку дня, то тебе навязывают чужую. В данной ситуации, если бы я был консультантом-президентом, я бы ему предложил выступить с общенациональным проектом, с общенациональной идеей, которую сплотила бы в общество. В 2020 году это очень важный фактор. Несмотря на предвыборную актуальность? Конечно, конечно. И в этой ситуации, конечно бы, другие политические силы вынуждены были бы либо идти по этой повестке, либо придумать что-то равносильное. В условии, когда не будет общенациональной программы, общенациональной идеи, конечно, другие политические силы, в данном случае оппозиционные, попытаются навязать свою повестку. И тогда власти просто придется отвечать на действия, которые будут с той стороны. Это могут быть и протесты, и обвинения, и конференции. Но так обычно бывает. Это любой политтехнолог вам скажет. То есть развитие ситуации в месяце, которые останутся до президентского выбора, зависит от каждого политического актера, от мастерства каждого из них. Кто навяжет свою повестку дня, тот и останется в выигрыше. И от этого будет зависеть стабильность в стране. И последний вопрос. Очень мало времени. Ты веришь в то, что могут быть пересмотрены правила игры по президентским выборам? Ведь некоторые говорят, ой, я уверен, что опять вернут в парламент. А кто-то говорит, да нет, резонно народ добился этого права и за него выступают. Как полагаешь? Я думаю, что правила игры не поменяются. Это было бы не совсем хорошо и для нашей политической культуры. Потому что мы не можем от выборов менять правила игры. Устанавливаются правила игры раз и навсегда. Все вопросы говорят, что люди хотят избрать сами президента. Значит, тут нечего и гадать. Я тебя благодарю. Все время, как всегда, до секундочки выбрали. Ну что, давай возьмем некоторую паузу. И потом мы обязательно еще раз встретимся и поговорим. Конечно, в эфире. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Субтитры подогнал «Симон»